Чуть более крупно говорят изобретатели этого мяча, что его будет видно в любую погоду. Ну то, что теперь начинается с центра поля вот так вот, а не через пас вперед. Это мы уже видели на Евро и всех. Пущенные от Ливерпуля это следствие в том числе и отсутствия ведущих защитников. Под руководством Жозе Муриню со счетом 2-0 обыграв Саутгемптон. Я комментировал вчера этот матч на... И его в Лондоне. Окслид Чемберлен. Сюда можно пробить дальний угол. Какой хороший удар. Игрок в атаке Арсенала. Ну давай смотреть за действиями Шмейхеля, который в кадре итог был достаточно давно. Садька Сорла подает и мяч летит в неудобную позицию для Шмейхеля после отскока. Едва немало опасность именно такого развития событий. Здесь еще борьба идет и Морган ее выдерживает, не пуская другого центрального защитника. Защитника Арсенала. Косильник мячу. Вот так все. Нанес Арсенал. Один удар Лестер. Ноль ударов в створ, потому что вот тот сейф не засчитали, как удар поворотом, когда Шмейхель. Ну а Лестер не особенно напрягается, мне кажется, придумывать и кто-то ждет от Лестера придумать. Лестер играет в сезоне не видно. Но это не... Он отработан еще в прошлом сезоне, великолепно возвращается назад при потере мяча. Под удар. Он видел это. Хотя работы всегда очень много и у Венгера, и тут его спросили в межсезонье. Нет, 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 это не пройдет. Передача. А ведь момент Дринкотер. Пенальти. Варди пас назад под удар. Пенальти не назначит. Но это очень... Очень важный действительно момент, потому что Варди остановился в какой-то момент. Мне показалось. Он убрал ногу, но Чех мяч не удержал. А вот мы здесь увидим, то ли это Чех не удержал. Убрал или нет? Нет, не брал. Он мог в лицо ему попасть ногу. Тем не менее, судья ведь... Здесь, может быть, и можно было... Пятность очень... Вот смотри, видишь, штыком туда протыкает ногу Варди. Круп атаки Косорло 19-й, Окслейк Чемберлин 15-й, Уолкот 14-й. На первой линии атаки довольно спорное решение Арсена Венгера. Вновь Алексис Саудираньери. Арсен Венгер, главные тренеры. И Марк Клатенбург, главный арбитр сегодняшнего матча, который мог назначить пенальти в самом спорном и любопытном эпизоде первого тайма. Мы с Александром. Ну, в результате самое главное. Это штрафной и довольно неприятный при высоте. О-хо-хо! Ну, по крайней мере, удар. Поворотом Лестера сам заработал, сам пробил. Ну, какие тут еще варианты с такого угла разыгрывать, наверное, смысла не имело. И Морес над стенкой здорово направил мяч. Не сумел. Продолжают свою атаку левым флангом. Чемберлин демонстрирует дриблинг. Крутит, вертит мяч вокруг Моргана. Пас под удар. Будет удар, есть удар. Но это разминка для Шмейхеля, не более того. Да, третий, правильно. Вечер третий, да? То... Тогда чё ж не верить... Ну, и здесь... Мордан искут. И опять вынос теперь в другую сторону. Странная шла игра, потому что никто ничего не понимал. И в конце концов Арсенал еще одну ошибку допускает. Удар будет поворотом. Варды. Сейчас комментаторов в мире, которые работают на этом матче на разные страны, сказали, а в прошлом году, наверное, бы он забил. Ну, мы уже это сказали в первом тайме, поэтому сейчас глупо было бы повторяться. Да, действительно, варды еще немножечко и удар. Мощный, медленный аргентинец. Вот он сейчас в кокейной почти. Добор что пошел. А вот момент! О, как мы говорили. А получился бы удар в верхний угол. Помнишь со штрафного? А получился бы... Муса, Ахмед Муса получает мяч, подуставший перед ним. Белерин Муса выигрывает очень легко. Входишь штрафную. Пенальти! Ставь Клотенбург! Клотенбург, партнер в атаке. Действительно, в три форварда здесь сыграет Лестер. Да, сложный, сложный эпизод. Ведь все-таки зацепил ногу уже сзади. Тут беру свои слова обратно. Белерин не может было ставить, но сейчас может быть гол. И без всякого пенальти. Опасный момент! Морес! Удар! Чак! Муса! Муса! Пас! И то штрафного, возможно, весь сезон зависит. Смотрим, как Чех спасает от удара в упор. Риада Мореза. Да, все-таки не нашел какого-то оригинального варианта. Алжирец. И все равно Лестер в конце. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова